В Одесском Доме ученых прошло заседание Координационного Совета по вопросам охраны объектов культурного наследия. В частности, на встрече представителей Горсовета с общественниками обсуждалась дальнейшая судьба Воронцовской колоннады, дворца и примыкающего к нему двора на Приморском бульваре. Самое главное – это, конечно, популяризация тех достижений, которые сегодня есть при реставрации. И, естественно, чем больше мы сохраним объектов культурного наследия в аутентичном виде, то, естественно, тем ценнее будет наша историческая застройка. В Управлении охраны объектов культурного наследия намерены воссоздать колоннаду и Воронцовский дворец по первоначальному образцу 1834 года. Задача как раз вернуть в планировочную структуру для начала территории первоначальный облик и, скажем так, ранний облик. Восстановить те элементы, которые сегодня находятся у нас под землей. Это и аллеи, которые когда-то замыкали бывший сад. Восстановить сад, который был перед Бельведером или, как поездка от колоннады. Потом провести большие работы по исследованию остатков цокольных объемов Орловского корпуса, которые на сегодняшний день в ходе работ по Воронцовскому образцу были выявлены. И будем ходатайствовать, чтобы говорить о том, что необходимо провести комплексные работы археологические, архитектурно-археологические, которые позволят выявить те элементы, которые были утрачены, чтобы можно было сформировать полную картину того, как оно будет в будущем. Также в Управлении охраны объектов культурного наследия планируют включить в Госреестр памятников Украины морскую спасательную станцию на Лонжероне. Это одно из буквально трех, сохранившихся до наших дней, объект, который был построен в стиле деревянного зодчества, который имеет потрясающий резной декор, который в свое время был офицерским собранием и имеет очень богатую, интересную историю, историю одесского мореплавания, будем так говорить.